На примере средней и задней дыльки хотели бы показать работу с использованием резины. Это поможет не только увеличить нагрузку, но и качественно изменить технику. Первый разновной момент. Если у нас легкая резина, делаем первый вариант. Это разводка. Натягиваем. Вот здесь движение. И она как линия нам укажет, что не пытаться по себе ездить или слишком далеко. Вот в одной плоскости оно и поднимается. Наша задача от разводки не просто поднять руки, а именно развести в сторону. Чем и помогает нам резина. Когда мы поймали технику, берем гантели. И фактически ту же разводку мы выполняем уже, как и положено, с гантели. И вот здесь как раз мы повышаем не только нагрузку, но и качество выполнения. Что когда большой палец смотрит вниз, что в варианте, когда большой палец смотрит вверх. В одной плоскости. Не перед собой, не пытаясь его ввести куда-то за себя. Движение у нас направлено вверх и в сторону. То же самое касается, когда мы делаем разводку на заднюю дельту. Сначала берем резину и разводим. Вот здесь линия нам укажет. Многие, когда делают разводку на заднюю дельту, почему-то руки у них идут туда. То есть здесь мы можем уметь. Это будет неверно. Вот она линия. Линия либо по плечам, либо к лицу. Вот тогда, неважно, работаем прямым хватом, или когда большой палец вверх. Вот это будет правильной техникой. Соответственно, здесь же мы делаем ровно то же самое с гантелями. Движение в стороны и вверх. В стороны и вверх. Не просто повышаем нагрузку, а повышаем качество выполнения. Если без нагрузки на заднюю дельту, мы в принципе можем делать это и не наклоняясь. То есть для разминки будет достаточно. Встали, если мы бы потянули в среднюю дельту, в заднюю дельту. Как таким хватом, когда будет большая палец вверх, так и наоборот. Следующий вариант для проработки дельты. Это вот протяжка. Разные варианты тяг. Здесь берем вот эту вот фитнес-резинку. Она более тугая. Соответственно, развести у нас не получится. Но, опять же, делаем, в частности для средней дельты, протяжку. Вот. Поднимаем руки. Вверх, если с гантелями мы берем больше. И, соответственно, не просто вверх, а еще и растягивая резину. Таким образом, таким образом нагрузка у нас идет, именно правильно включается дельта. В стороны и вверх, в стороны и вверх. Когда мы пытаемся сделать на заднюю дельту, то здесь, соответственно, руки перед собой. Ну, или же в наклоне, если вверх. То есть, вверх, перед собой и то же самое. В стороны и подтягиваем движение локтями. Здесь опять же мы видим. Не сюда, не в животу. Именно так будет правильно. Повторюсь, мы повышаем не просто нагрузку, повышаем качество выполнения данного действия. Обязательно попробуйте и добавьте в тренировку.